Всем привет! Продолжаю читать книгу Game Engine Black Book Wolfenstein 3D, автор Фабиэн Санглард. Сегодня продолжаем знакомиться с архитектурой движка. Короче, поехали. Менеджер страниц. Менеджер или диспетчер страниц предназначен для 3D-движка. Его задача в том, чтобы убедиться, что ресурсы, ну такие как текстуры стен, спрайты и звуковые эффекты, которые хранятся на жестком диске, были доступны в оперативной памяти. Для использования, собственно говоря, центральным процессором. То есть нужно было с диска все это загружать в оперативку. Джейсон Блаховяк, похоже, был его автором. И его предыдущий опыт работы с Unix повлиял на дизайн менеджера страниц, который был построен на концепции страниц и их обмена. Вместо использования адреса в памяти для идентификации страницы, как в Unix, использовался идентификатор ресурса. Эти идентификаторы ресурсов были сгенерированы с помощью специальной программы iGrab. Видимо, это их внутренняя какая-то программа. Каждый ресурс занимал, так сказать, целую страницу. То есть каждый отдельный ресурс это как бы отдельная страница для менеджера. Подобно Unix, все страницы имеют один и тот же размер. Четыре килобайта. Когда движку нужен ресурс, он запрашивает страницу с идентификатором ресурса у менеджера страниц. А ну-ка смотрите на экран, тут картинка. Изначально все 3D ресурсы хранились на жестком диске в файле vswap.vl1. Когда получен запрос на какой-то ресурс, в первую очередь просматривается кэш L1. Этот кэш состоит из обычной EMS памяти. На картиночке цифра 1 в кружочке показывает, что это операция первая. В случае, если запрашиваем у go ресурса нет в кэше L1, то менеджер смотрит в кэш L2. Если требуемый ресурс там найден, то он перемещается в кэше L1. Если же ресурса нет и в кэше L2, то делать нечего и его приходится загружать с веника. Ну, это так назывался иногда жесткий диск. Так вот, ресурс грузится с веника прямо в кэш L1. Хотелось бы спросить, а зачем тут кэш L2? И сразу хочется ответить, что туда ресурсы попадают после их удаления из кэша L1. Всякий раз, когда страница открывается, ей на лоб бьется номер текущего кадра. То есть, каждая страница при ее открытии помечается номером текущего кадра. Этот номер используется для выбрасывания этой страницы из кэша L1. Этим занимается политика выселения LRU. Архитектура диспетчера страниц интересна тем, что использование XMS рассматривается как крайнее средство для получения ресурса. В то время как EMS используется как обычная память. Это связано с тем, что оперативная память, управляемая EMS, несколько раз быстрее, чем оперативная память, управляемая XMS. И почти так же быстрая, как обычная память. Чтобы у игрока не подгорало от множества пропущенных страниц с ресурсами, а попросту говоря, протерянных ресурсов, движок предварительно загружает кэш страниц перед запуском уровня. А игрок видит вот такую вот картинку. Ну тут все ясно и понятно. Идет подгрузка данных. И красная полоска под надписью стремится вправо, показывая процесс загрузки. Механизм предварительного кэширования не так умен, как его создатели. Он загружает столько страниц из файла подкачки, сколько сможет. Этот чертяка даже не пытается посмотреть, а какие ресурсы требуются на текущем уровне. Он просто грузит все подряд из файла vswap. Короче, swap. То есть грузит все ресурсы в том порядке, в каком они сохранены в этом файле. На машине с маленьким объемом памяти, вы конечно же будете смеяться, это не 2 гига и не 2 гигабайта. Это всего лишь 1 мегабайт оперативной памяти. Так вот, для таких карчей, у которых меньше 1 мегабайта памяти, кэш стабилизируется спустя несколько минут игры на уровне. То есть будет все грузиться с веника в кэш L1. Дальше LRU, ну это политика выселения, будет не нужно выкидывать в кэш L2. И так далее. Это решение имеет маленький, но очень неприятный недостаток. На компьютерах с маленьким размером оперативной памяти, а это как мы знаем, меньше 1 мегабайта оперативной памяти, так вот, на таких компьютерах будет проблема с кэшом, а точнее с ресурсами, которых в кэше не будет. Это происходит тогда, когда игрок открывает последнюю дверь на уровне и должен вот-вот столкнуться с мощным боссом. Так как этот враг ранее не был встречен, то соответственно его в кэше нет. А это значит, что требуется загрузка ресурсов жесткого диска. А это приводит к ненужной задержке для игрока. И это часто может привести к его смерти. Ну а это, я думаю вы понимаете, вызывает подгорание у игроков. Размер файла подкачки зависит от версии игры, в которую игрок играет. В svap.vl1 условно-бесплатной версии занимает 742 килобайта. А в полной версии svap.vl6 занимает 1500 килобайт. Поэтому для комфортной игры достаточно иметь дополнительный компьютер с двумя мегабайтами оперативной памяти поверх первого мегабайта в стандартной поставке. Иногда могло происходить падение FPS на экране. Экран мог подмигивать, ну или помигивать. И еще могла при этом появиться красная вводка экрана. Дело в том, что когда на экране много разнообразных ресурсов, система вынуждена удалять страницы. Но в итоге перезагружает один и тот же ресурс в течение одного кадра. И когда такое происходит, то движок это определяет и начинает мигать красная рамка на экране. Итак, идем дальше. Видеоменеджер. Видеоменеджер состоит из двух частей. Есть компонент высокого уровня и компонент низкого уровня. Компонент низкого уровня написан на языке C и ассемблере, где посредством абстракции в сихшных функциях идет работа с VGA с помощью ассемблерного кода. Компонент высокого уровня создан для отображения 2D меню. Ну и конечно этот компонент уже является компонентом низкого уровня для клиента игры. Идем дальше. Следующий менеджер – это Cache Manager. Внимание на экран. Cache Manager – маленький, но очень важный компонент. Он загружает и распаковывает карты, 2D графику и аудиоресурсы, которые хранятся в файловой системе на венике и делает их доступными в оперативной памяти. Ресурсы каждого типа хранятся в двух файлах. Заголовочный файл содержит идентификатор ресурса и его смещения. По этому смещению в файле данных идет загрузка уже непосредственных данных. Все ресурсы сжаты. В случае карт и аудио сжатие жестко закодировано в самом движке. Но вот для графики есть третий файл – dict, который содержит словарь сжатия для распаковки каждого ресурса. Менеджер при распаковке ресурсов использует два метода сжатия. Ресурсы используют традиционный метод Хаффмана. Но для карт использовалось двойное сжатие. Как заметил Джон Кармак, в 90-х было трудно получить доступ к книгам по программированию. И ему приходилось придумывать свои велосипеды. Но как позже он узнавал, эти велосипеды уже были придуманы другими. И это было сделано лучше, чем у него. Кстати, можно подметить такую маленькую особенность операционной системы DOS. В именах файлов допускалось максимум 8 символов, плюс максимум 3 символа в расширении. Ну и поэтому имена файлов имели вот такие сокращения. Короче, идем дальше. Дальше у нас менеджер пользователей. Менеджер пользователей в Ульфенштейне по большей части основан на коде из игры катакомбы 3D. И был написан Джейсоном Блоховяком. Копипаст кода виден невооруженным взглядом. Тем более, что 90% функций, которые объявлены в заголовочном файле, так и не реализованы в файле реализации. Этот менеджер имеет неудачное имя, так как он в основном занят тем, что рисует текст. Смотрим на экран. Когда кому-то нужно нарисовать текст, смотрите на эту схему. К примеру, в VL меню строка передается в US Print, которая выполняет все вычисления. Например, вычисляет позиции начала строки, если, например, она рисуется в центре экрана. Затем эта вся информация передается в менеджер видео, который, собственно говоря, и рисует эту строку. Вот и все, что касается так называемого менеджера пользователей. Идем дальше. Менеджер звука. Менеджер звука абстрагирует взаимодействие со всеми четырьмя поддерживаемыми звуковыми системами. А это биппер компьютера. Потом Adlib. Дальше Sound Blaster. И последний в списке это Disney Sound Source. Внимание на экран. Звуковой менеджер это отдельная компонента, которая не располагается внутри движка. Эта компонента работает на основе прерываний. А у прерываний частота выше, чем у движка. У движка это 70 кадров в секунду. А для работы звукового менеджера нужны частоты от 140 Гц до 7000 Гц. Так что этот менеджер должен работать быстро. И он написан на ассемблере. Также звуковые ресурсы имеют особые привилегии, когда дело доходит до выделения памяти. Все звуковые ресурсы загружаются в память, минуя ранее описанные кэши. Чтобы не было проблем с тем, что страницы потеряны и их нужно заново загружать. Есть еще менеджер ввода. Этот менеджер абстрагирует взаимодействие с джойстиком, клавиатурой и мышкой. Код этого менеджера не содержит ничего интересного. Кроме как шаблонов кода для работы с портами PSNA2, Serial и DA15. Каждый из которых использует свои собственные адреса ввода-вывода. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на YouTube, Яндекс.Зене и Рутубе. Очень важна ваша поддержка. Есть очень много интересных книг, которые хотелось бы оформить вот в таком и подобных форматах. В чем же может быть ваша поддержка? Конечно же, а как же иначе, можно задонатить. В описании есть ссылки. Видос можно переслать друзьям, товарищам. Можно кому-то рассказать. Также можно поставить лайк, написать комментарий. Кроме всего прочего, важно, когда видео просматривается полностью. Можно включать понравившиеся видео на фоне и пусть проигрываются до конца. Также можно не закрывать встроенную рекламу и досматривать ее тоже до конца. Все это будет помогать в продвижении. Что-то в продвижении, что-то в финансовом плане. Создание подобных видео требует определенных усилий. И без вашей поддержки делать это очень сложно. А иногда даже и не хочется. Ставьте лайк и делитесь этим видео. А также не забываем нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok